Добрый день, глубоко уважаемые пациенты, глубоко уважаемые коллеги. Безусловно, мы очень много получаем вопросов после того, как мы выдаем наше заключение клиницистам или пациентам. Первая реакция у нас это недоумение, ну как же так, мы все вроде подробно все так расписали, какие могут быть еще вопросы. Но когда начинаешь анализировать, то понимаешь, что эти вопросы совершенно разумны, они отчасти обусловлены нашей косноязычностью, наших специалистов, а иногда нашей специфизической терминологией, которая не всегда всем понятна. Итак, безусловно, в наших заключениях мы очень любим слово «вероятно», а иногда даже слово «возможно» или «знак вопроса». Почему? В отличие от некоторых других специальностей, например, травматология, где лучевая диагностика зачастую является основой для постановки диагноза, в онкологии основой диагноза являются данные гистологии, а не лучевой диагностики. Поэтому, наверное, это разумно и закономерно. Но здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что даже когда рентгенолог говорит «вероятно», посмотрите в процентном отношении, насколько это слово отражает его уверенность в том, что он видит в тех изменениях, в тех образованиях, которые он видит. Следующий момент. Мы очень любим систему РАЦ. Это что это такое? Это система баллов, которая отражает нашу уверенность в тех изменениях, которых мы видим, от нормальных или доброкачественных до злокачественных или подтвержденно злокачественных. Но в отличие от предыдущего слайда, здесь в каждом пункте закодированы некие основные, иногда дополнительные признаки, которые нам позволяют относить те изменения, которые мы видим, к тому или иному, к той или иной градации. РАЦ очень много. Это и Тай, и РАЦ, и Читовидная железа, и Бай, и РАЦ, и Молочная железа. Есть РАЦ, которые относятся к опухолям головы и шеи, к яичникам. Сейчас последний РАЦ появился, имеющий отношение к лимфатическим узлам. Безусловно, наверняка появятся когда-то РАЦ, имеющие отношение к абдоминальной онкологии или к саркомам мягких тканей и костей. В нашем учреждении мы часто используем нумерацию групп лимфатических узлов. Безусловно, это вызвано тем, что именно наши клиницисты, они предпочитают ту или иную классификацию, ту или иную нумерацию лимфатических узлов. Специалисты по опухолям головы и шеи любят классификацию Робинса. Специалисты абдоминальной онкологии любят японскую классификацию. Наверное, в других учреждениях эта нумерация, возможно, не так приветствуется, не так часто используется, как в нашем учреждении. Терминов, которые мы используем в лучевой диагностике, их очень много. Они, безусловно, отражают отчасти фантазию их создателей, иногда это даже гастрономическая фантазия. Хочу обратить внимание, например, изменения специфической природы. Мы, когда пишем, что данные изменения не специфические, в нашем онкологическом учреждении мы подразумеваем, что эти изменения не имеют отношения к онкологии. Но, например, в институте туберкулеза, в тезиопульмонологии, там, когда будет использоваться этот термин, будет подразумеваться, что те изменения, которые видит специалист, они не имеют отношения к туберкулезной патологии. Еще дополнительно я привожу те термины, многие, которые используются в лучевой диагностике. Что надо сказать еще? Что терминология, она постоянно меняется. Например, до появления ковида очень многие лучевые диагносты не пользовались терминами, там, ретикулярные, интерсициальные изменения, консолидация. Но появился ковид, появились приказы Минздрава, которые эти термины закрепили, утвердили, и мы теперь практически во всех городах, во всех учреждениях активно этими терминами пользуемся. Теперь определенные некие принципы, о которых хочется рассказать. Как же правильно писать? Правильно писать в заключении рак, или лучше все-таки это как-то зашифровывать и писать более аккуратно, более легко воспринимаемо для пациентов. Например, CA или CR. Писать метастазы, или писать вторичные изменения. Писать лимфоденопатии, или все-таки четко говорить, что это метастазы или гиперплазия. Вопрос, он, конечно, очень такой философский с точки зрения диантологии, но он достаточно однозначен с точки зрения законодательной базы. Есть закон об охране здоровья, который говорит, что мы четко должны ту информацию, которую мы видим, четко ее доносить пациентам в понятной для них форме. Безусловно, мы иногда используем термины образование или очаг. Когда? Когда мы, во-первых, четко не можем сказать, что, четко не можем использовать нозологическую терминологию, да? А в некоторых ситуациях, когда мы понимаем, что мы, например, ну, предположим, речь идет об образовании почки. Мы видим, что это образование имеет некие признаки, но мы не можем четко сказать, что это 100% это ангиомилипома, да? И здесь в этой ситуации мы напишем ангиомилипома, вероятно, да? Мы тем самым ограничиваем возможности у хирургов, да, в плане оперативного какого-то лечения, опять же, в результате нашей законодательной базы. В этой ситуации мы используем термины, ну, которые позволяют и нам, и клиницистам найти некое компромиссное решение. Есть некие термины, которые требуют отдельных комментариев, да, как пациентам, так и клиницистам. Например, хороший пример, да, сейчас есть очень много международных терминов, да, криптогенная организующаяся пневмония, дискомотивная интерсоциальная пневмония, обычная интерсоциальная пневмония. То есть те специалисты или те пациенты, которые никогда с ними не встречались, они их видят, думают, что речь идет о каком-то инфекционном процессе, но ничего подобного. Это терминология, имеющая отношение к диффузным интерсоциальным изменениям в легких, интерсоциальным заболеваниям в легких. И лечение этих заболеваний, оно совершенно другое. Оно основано на гормональном лечении, а не на антибиотикотерапии. Безусловно, лучше не использовать сокращения, и мы стараемся лишний раз им не использоваться. Во-первых, эти сокращения не всегда понятны, как нашим коллегам, так и пациентам. Иногда эти сокращения, они принимают какой-то даже, ну, такой юмористический или сонговый характер, как я привел на этом слайде. Ну и теперь вкратце пациентам о методах, да. У нас есть много методов, их пять, да, только потому, что нету одного метода идеального, который бы заменил бы все остальные методы. Радионуклидная диагностика, она зачастую выводится отдельно. Дело не в том, что интерпретация данных радионуклидной диагностики, она как-то отличается от других методов. Дело скорее в организационных моментах, да, которые касаются документа оборота, да, как учетной документации, так и сертификационной документации в отделениях и кабинетах радионуклидной диагностики. А также в вопросах радиационной безопасности. То есть, если мы говорим о рентгене и компьютерной томографии, там мы используем генерирующие источники излучения. Мы нажали на кнопку, и после этого идет индивизирующее излучение. То есть, здесь работа с другими совершенно источниками, открытыми, да, которые требуют совершенно других правил игры. Итак, рентген. Самый, наверное, давний метод лучевой диагностики существует с начала прошлого века. Все про него практически понятно. Да, он доступен, но, к сожалению, далеко не так информативен иногда, как другие методы лучевой диагностики. Вот. Можно было бы, наверное, от него отказаться, но появились несколько интересных методик, которые в онкологии применимы достаточно хорошо. Да, это и скопические исследования, и томосинтез, и контрастные исследования, и исследования, которые позволяют все конечности или позвоночник отобразить на одном изображении. Вот пример, да. Безусловно, мы на простых снимках тоже можем увидеть и кортикальный слой, и костно-мозговой канал, и надкосницу. Но, тем не менее, у нее появляется томосинтез, который нам позволяет эти отделы увидеть более четко и более явно. То же самое рентгеноскопия. Постоянно она конкурирует, это двигается, допустим, компьютерной томографией или эндоскопическими методами исследованиями. Но у нее есть преимущества. Да, безусловно, она не увидит такие маленькие эрозии, которые увидит, например, эндоскопическая диагностика. Вот. Она не увидит окружающие органы, так как увидит компьютерная томография. Но зато функционально в реальном времени она позволяет увидеть и достаточно маленькие образования, и оценить какие-то функциональные изменения, ну, скажем так, на достаточно большом объеме изображения. Вот. Контрастное исследование. Хороший пример – контрастная маммография, которая позволяет более четко увидеть образование молочной железы, когда молочная железа уплотнена или из-за фиброзных изменений у пожилых женщин, или из-за железистых выраженных изменений у молодых женщин. Вот. Ну, пример, когда мы можем какую-то более общую, более обширную информацию представить для специалистов, когда им нужно увидеть конечность или позвоночник в большом объеме. Безусловно, рентгенология используется и для интервенционных манипуляций. Ультразвуковая диагностика. Также метод, который сейчас достаточно доступен, у него нету ионизирующей в отношении радиационной безопасности составляющей, да. Метод очень хорош в плане поверхностно расположенных органов. Он хорошо видит поверхностно расположенные лимфатические узлы, поверхностно расположенные органы, такие как, например, молочная железа или щитовидная железа. Вот. Хуже он видит все-таки более глубоко расположенные органы, но тоже появляются новинки, да, например, контрастные исследования, которые нам позволяют, опять же, в реальном времени увидеть контрастирование в каком-то одном образовании в печени. Исходя из этого, сделать вывод, на что же он больше похож, на доброкачественное или на злокачественное образование, на какое. Вот. Компьютерная томография. Тоже уже не новый метод далеко. Вот. Очень часто мы слышим вопросы от пациентов, а можно ли у вас сделать это или то. Я могу сказать только одно. Сейчас все компьютерные... Нету пошаговых компьютерных томографов ни в нашей стране, ни в мире, наверное, уже. Сейчас все компьютерные томографы спиральные, мультиспиральные, многосрезовые. Везде можно получить изображение с высоким разрешением и везде можно сделать низкодозовые исследования. Это вопрос в установке протоколов и правил сканирования. Метод, безусловно, он достаточно информативный, много чего дает, но сопровождается высокой лучевой нагрузкой. Причем, как правило, чем более современный аппарат, тем более лучевую нагрузку он дает. Там, безусловно, производители не пытаются идти путем уменьшения лучевой нагрузки, введя некую процессорную обработку. Но, тем не менее, мы понимаем, что часто для того, чтобы получить хорошую картинку, нам надо дать большой ток на аппарат и большую дозу на пациента. К сожалению, для того, чтобы четко увидеть органы и ткани. Есть, безусловно, у него некие противопоказания. Это явные противопоказания. Например, беременность. Опять же, кроме тех ситуаций, когда пациентка онкологическая хочет прерывать эту беременность. Явные вопросы, которые касаются использования регионокатарстных препаратов. Например, некая индивидуальная переносимость в виде выраженных аллергических реакций. Здесь мы в нашем центре раздвигаем эти границы. Мы, например, смотрим пациентов, у которых несколько повышенные показатели кретинина, несколько сниженные значения скорости клубочковой фильтрации, у которых есть, например, реакции на кожный йод. Мы понимаем, что, как правило, использование контрастов в этой ситуации не приведет к каким-то выраженным проблемам со здоровьем у пациента и каким-то последствиям после нашего контрастного исследования. Вот как раз о контрастировании, да, нам, безусловно, оно очень важно. Мы многие исследования без контраста даже не интерпретируем, потому что мы не можем сказать, что те изменения, которые мы видим, к чему они относятся, к добру или к злу. Благодаря постпроцессорной обработке мы можем использовать различные окна, да, это легочное, мягкотканное, костное окно для того, чтобы лучше визуализировать исследования. Можем смотреть более толстые и более или менее четкие картинки, да, для того, чтобы оценивать те данные, которые мы видим. Мы используем разные реконструкции, да, например, в данной ситуации удалена нижняя доля и произошел перекрут неудаленной части легкого, да, когда сегментарные, когда бронхи четвертого, пятого сегмента, они обращены кверху, да, а бронхи верхней доли, да, наоборот, обращены к низу. И, наоборот, какие-то объемные реконструкции, которые нам позволяют или более четко сопоставить опухоль в сравнении с сосудами, или, наоборот, более четко увидеть сосуды, более четко увидеть опухоли в полых органах, да. Безусловно, компьютерная томография, она дает нам многое. Мы можем стадировать, можем оценивать эффект противоопухолевого лечения, можем находить заболевания, не имеющие отношения к онкологии, можем оценивать последствия осложнений лечения, в том числе оперативного лечения, как вот здесь вот, эвентрация части сальника, или здесь несостоятельность онстомоза, затек контраста после перорального выведения, несостоятельность онстомоза затек контраста после его выведения через прямую кишку. Безусловно, нельзя не сказать, когда мы говорим о компьютерной томографии, о шкале Хонсфилда. Хоть мы стараемся в наших заключениях сейчас в последнее время, как правило, и не указывать. Почему? Потому что, когда мы в заключении говорим киста, Наверное, это более понятно, чем когда мы говорим о образовании жидкостной плотности или образовании с плотностью 5 единиц Хонсфилда. То есть более четкая трактовка, она, наверное, приводит к более четким данным. Но, тем не менее, мы эту шкалу активно используем. Безусловно, компьютерную томографию также мы используем для того, чтобы с ее помощью делать биопсию определенных образований. Магнитная резонансная томография. Самый молодой метод лучевой диагностики. Уже 40 лет он, правда, этот молодой метод существует. Первые томографы появились в начале 80-х годов. Но, тем не менее, он, наверное, самый юный. У него также есть преимущества и недостатки. Он гораздо лучше видит мягкие ткани, чем компьютерная томография. Но гораздо дольше проходит сканирование, чем при компьютерной томографии. Но отсутствует лучевая нагрузка. Якобы считается он безвредным. Хотя в первом триместре беременности, безусловно, как-то стараются лишний раз магнитно-резонансную томографию не выполнять. Есть тоже абсолютные противопоказания. Это кардиостимулятор, какие-то металлические магнитные осколки в теле, которые при этом магнитное высокое поле может привести к их смещению или к выходу из строя кардиостимулятора. Есть и относительные противопоказания. Например, гораздо лучше визуализация метастазов и образования головного мозга, чем при компьютерной томографии. Гораздо лучше мы видим мягкие ткани органов шеи, мягкие ткани тех локализаций, которые мы как раз при компьютерной томографии оцениваем крайне плохо. Например, нижнеампулярные опухоли прямой кишки. Или гинекологические, или внутренние половые органы у мужчин. Также определенное использование контрастов позволяет нам в некоторых ситуациях гораздо лучше оценить образование печени и увидеть гораздо большее количество метастазов, чем компьютерная томография. Есть эмордиффузия, которая в чем-то по оценке и по изображению, чем-то похожа даже на радионуклидную диагностику, хоть, конечно, там совершенно другая физика, но она тоже нам позволяет, скажем так, некие функциональные изменения наложить на структурные изменения и сравнить, насколько они совпадают друг с другом. Спасибо за внимание. Лев Николаевич, спасибо огромное. Вы действительно все так разложили по полочкам, но знаете, вот вопрос, что такое лучевая нагрузка? Лучевая нагрузка это та доза, которую пациент получит, расчетная доза, которую пациент получит после выполнения лучевого исследования, которое сопряжено с появлением иммунизирующего излучения. Эта расчетная доза, она основывается на многом, на весе пациента, на том, какую локализацию мы обследуем, какую часть тела мы обследуем. Да, исходя из этого она рассчитывается. Хорошо. Да, сейчас, секунду. У нас вот пациенты, вот приходит ко мне пациент, Татьяна Юрьевна, вы мне каждые три, это шесть, то есть каждые два цикла, а это получается три недели плюс три недели, назначаете компьютерную томографию. А еще вы две зоны, там, легкие, грудная клетка и брюшная полость. А вы мне уже так назначаете уже шесть циклов. А не будет ли у меня излучения, вот не будет ли у меня, не много ли это, это не слишком ли много я получаю, не вредно ли мне это? Вот что вы ответите по этому поводу? Вопрос очень философский на самом деле. Смотрите, у нас есть те дозы, от которых мы четко знаем, что вред ионизирующего излучения на человека наступит сто процентов. Это острая лучевая болезнь, это 1000 миллизиверт. Как правило, когда мы выполняем компьютерную томографию, мы получаем где-то от 5 до 50 миллизиверт. То есть представьте, сколько нужно одномоментно сделать компьютерную томографию, чтобы получить острую лучевую болезнь. Есть хроническая лучевая болезнь, которая у нас начинается от 0,7 грей. Извините, пожалуйста, не миллизиверт, а грей. То есть 700 миллизиверт. Представьте, сколько в течение года надо сделать компьютерную томографию, для того, чтобы даже при такой дозе от одного исследования получить явную хроническую лучевую болезнь. Может ли та доза, которую пациент получил в ходе лучевого исследования, привести к какому-то влиянию на его состояние здоровья? Например, к канцерогенезу. Да, может. Вопрос в том, что польза и вред, наверное, здесь в этой ситуации все-таки в сторону пользы. Безусловно, извините, и химиотерапия, и лучевая терапия, и даже хирургия, они тоже могут привести к некому канцерогенезу и к неким последствиям негативным для здоровья пациента. Здесь вопрос всегда баланса между пользой и вредом. То есть главное, когда эти исследования действительно показаны, да, наверное, их надо делать. И в этом плане, мы в плане руководящих документов, мы действительно не лимитированы. То есть они говорят о том, что в случае наличия медицинских показаний, мы делаем, невзирая на ту дозу, которую пациент получает, если действительно для этого необходимо съесть. Лев Николаевич, ну вот все-таки мы же живем в мире, где мы постоянно получаем какую-то небольшую лучевую нагрузку. А мы можем сопоставить вот ту лучевую нагрузку, которую мы получаем при компьютерной томографии, вот с той нагрузкой, которая, возможно, есть среди нас? Вот как-то если поставить, вот вы могли бы как специалист сказать? Ну, безусловно, она больше. Да, когда мы пройдем вдоль гранитных набережной Санкт-Петербурга, да, мы там тоже какую-то дозу от этого гранита получим. Но, безусловно, выполнив компьютерную томографию, эта доза будет, ну, больше, в разы больше, чем в данной ситуации. Тем более, если мы говорим о естественном радиационном фоне. Вот, тут она уже будет в порядке в раз больше, вот. Но, все-таки, я еще раз говорю, та доза, которая достоверно доказана, что она повлияет негативно на здоровье, нам до этой дозы, как бы ни любили наши методы, например, какие-то специалисты, да, у нас очень любят гематология постоянно назначать исследования больших зон, да, и частые исследования. Но, все равно, мы не догоняем даже до хронической лучевой болезни, что уж говорить о острой лучевой болезни. Так, вы пока не уходите. Елена Викторовна, у вас вопрос. Я тоже хотела бы задать вопрос от имени пациентов. Они часто спрашивают, а рентген мне делать с контрастом или без контрастом? Что лучше? Ну, как правило, в рентгенологии мы редко используем контрастные исследования. Редкое исключение, да, это вот то, что я привел, контрастная маммография, да, и какие-то урологические исследования. Или, может быть, какие-то исследования, когда мы перерально используем контраст. А, как правило, когда речь идет именно о банальном рентгеновском снимке, да, речь идет все-таки о бесконтрастном исследовании. Здесь, как правило, это бесконтрастные процедуры. Так, и у меня еще тогда вопрос. Меня тоже спрашивают. Татьяна Юрьевна, ну, вот, чтобы вот просто для пациентов объяснить, чем принципиально магнитно-резонансная томография отличается от компьютерной томографии. Вот именно для пациентов попробуйте объяснить. Тут совершенно другая физика. Если в нее не вдаваться, да, то совершенно другое изображение, которое мы от этой разной физики получаем. То есть, когда мы какие-то органы, да, мы гораздо лучше видим при компьютерной томографии, да, Если мы говорим о легких, о костях, ну, тут, конечно, вопрос такой, он философский, да, о свежей крови, да, мы эти, ну, эти вещи видим лучше гораздо при компьютерной томографии. И некие локализации мы предпочитаем, когда мы ищем опухоли именно в этих органах, да. Например, как правило, мы делаем компьютерную томографию грудной клетки и брюшной полости. Магнитно-резонансная томография, она гораздо лучше видит мягкие ткани. Вот, и то же самое мы, как правило, выполняя магнитно-резонансную томографию, мы предпочитаем, мы имеем некое предпочтение по определенным органам и по определенным локализациям частям тела, да. Например, как правило, выполняется МРТ-таза и МРТ-головы, потому что в этих ситуациях оно зачастую во много раз более информативно, чем выполнение компьютерной томографии. И еще две минуты буквально осталось, но все-таки, что в основе, вот если объяснить тот механизм компьютерной томографии и МРТ, вот сам механизм, да. Компьютерная томография это тот же самый рентген, только совершенно по-другому принципу сканирования. То есть там есть рентгеновская трубка, которая, ну, в течение некого времени, она включена и генерирует рентгеновское излучение. Есть детекторы, которые это излучение, скажем так, оценивают, да, и улавливают его, вот. Но есть определенные отличия сканирования, то есть пациент постоянно двигается, и вокруг него по кольцу постоянно движется и рентгеновская трубка, и ряд детекторов. В результате этого мы получаем, вот, ну, как бы такое изображение, да. Но при этом, повторюсь, у нас действительно здесь ионизирующее излучение и доза, она не такая уж и маленькая, когда мы выполняем компьютерную томографию. В сравнении с рентгеном. Вот. В МРТ там совершенно другой принцип. Там нету ионизирующего излучения, там есть высокое магнитное поле и радиочастотные излучения. Ну, и, соответственно, тело в этом магнитном поле, оно, скажем так, по-совершенно по-определенному, да, оно изменяется, да, и, соответственно, эти радиочастотные сигналы, они тоже приводят к неким изменениям, которые аппаратуру улавливают, фиксируют. Спасибо огромное, Лев Николаевич. Спасибо, вы блестяще справились. Благодарим вас.